Саша главный инструктор по стрельбе и рукопашному бою в израильском спецотряде по борьбе с террористами. Молодой человек прошел серьезную подготовку в армии и полиции и имеет за плечами более 10 лет боевого опыта. Это школа по антитеррору и автохе, как бы правым учениям и армии, боевым войскам, элитным, и службе охраны, все, что касается особенно Иерусалима и прилегающих территорий. Академия подготовки бойцов подразделения антитеррор. Вот чем занимается на тренировочной базе «Калибр-3». Из армии отряды полицейских сюда отправляют курсантов и опытных солдат для передачи нового опыта. Здесь, на конкретных примерах инструктора, бойцов учат распознавать террориста еще в толпе и по возможности обезвреживать его. Наша задача состоит в том, чтобы обучить курсанта вести боевые действия с оружием и без. Мы учим их распознавать террориста в толпе еще до непосредства начала террористического акта. То есть до того, как он вытащил оружие и начал стрелять по людям, или до того, как он нажал на кнопку детонатора, включающий пояс смертника. Тут надо действовать очень быстро, мгновенно оценить ситуацию, вызвать подкрепление и предпринять попытку обезвредить террориста. Отличием этого центра от других является то, что инструкторы здесь не гражданские лица, а профессионалы. Каждый наставник неоднократно побывал в горячих точках и сталкивался с террористами лицом к лицу. В месяц более 20 тысяч курсантов и бойцов проходят обучение на тренировочной базе «Калибр-3». Берем людей, в принципе, у них нет практически никаких навыков работы с оружием, обучаем их от курса 2-3 недели и выше. Навыкам охраны, работы с оружием, стрельбы, стрельбы из-за укрытия, тактических работ. Подготавливаем людей. Учения израильской армии на территории базы проходят ежедневно, и опытный инструктор Саша научит стрелять еще не одну тысячу человек, быстро реагировать в опасности и, главное, обезвреживать террористов в толпе. Ведь случаи террора в людных местах в Израиле не редкость, и бойцы спецназа должны быть готовы ко всему. Александр Васев, Ольга Матвеева, LifeNews. Продолжение следует...